Священники в красной зоне. Теперь такое явление будет в порядке вещей. В ковидные госпитали региона они смогут приходить по заявкам от пациентов. По закону пациенты и ранее имели право на допуск священника, но до настоящего времени отсутствовал механизм реализации этого права. И в Минздраве, и в епархии уверены, в такие сложные времена спрос будет. Люди находятся в стационаре, может быть даже не только в панике, но и в ныне, и в особых переживаниях, и нужна поддержка и психологическая, и духовная. И мы предполагаем, что если будут приглашать священника, то священник сможет поддержать не только пациентов, но и побеседовав лично с врачами, конечно же, оказать им поддержку, помолиться вместе с ними. Министерство здравоохранения даже разработало правила допуска в больницу святых отцов. Например, они обязательно должны быть привиты от коронавируса или иметь отрицательный ПЦР-тест. Само собой, священники будут в защитных костюмах. Все рекомендации Минздрав разослал по всем субъектам страны. Если пациент захочет пригласить священника, ему нужно просто сообщить об этом медработнику. Рекомендуется передавать такую информацию в течение суток. А в случае, если идет угроза жизни, то в течение двух часов. Разумным предоставляется посещение священнослужителям пациента не чаще одного раза в день. Если пациент изъявил желание или он попросил об этом родственников, то они могут самостоятельно связаться с религиозной организацией. И отказать священнику в доступе в больницу уже никто не сможет. Если, конечно, соблюдены все правила – отрицательный ПЦР-тест и прививка от коронавируса. Кстати, служба будет проводиться бесплатно. И пользоваться такой возможностью смогут не только православные, но и пациенты других религий. Контакты священнослужителей разместят на сайтах медорганизации, информационных стендах в больницах и даже в самих палатах. Мы знаем, что пациент, который имеет телесную болезнь, если он духом крепок, то выздоровление близится скорейшим образом. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.